Здравствуйте, возлюбленные во Христе братья и сестры! На волнах международного христианского радиоканала «Радио Мария» передача гостей студии. И у нас сегодня в гостях поэтесса, ученый Валентина Сергеева, знакомая вам уже по предыдущим передачи, популярная на Радио Марии, как популярная в поэзии в городе Санкт-Петербурге, Татьяна Фролкина, поэт, ученый Борис Латин и знакомый вам тоже уже популярный по передачам «Радио Мария». Это замечательный певец, композитор, аранжировщик Михаил Иноземцев. Здравствуйте. – Здравствуйте. – У меня вопрос к Михаилу Иноземцеву. Миша, у вас есть замечательная площадка, кафе, где вы выступаете. Вот вы выступали недавно, да? – Да, и вас всегда туда зовут к артисту. – Спасибо, Миша, спасибо за внимание. – И очень жду вас. – Хорошо, как-нибудь. – Обязательно. – Вот немножко расскажите об этой площадке. – Площадка знаменитая, легендарная, и заведует ей мой старинный друг, мой хороший приятель, он был продюсером года, Пётр Борисович Новик. В своё время он был продюсером года, города нашего, человек возил звёзд мировых, секс-пистол, легенд, рока, эстрады со всего мира. Мы давно с ним знакомы. Мы выступали с Валентиной Георгиевной на концерте в КДЦ Красногвардейский. Он пришёл туда, говорит, Миша, я бы хотел, чтобы ты у меня проводил встречи музыкальные. Вот у тебя был замечательный такой клуб, и, наверное, есть ещё северный мотив музыкально-поэтический, который я создал, чтобы объединить людей не просто творческих, а тех, кто имел дело со мной, как аранжировщиком, соавтором, всех своих подопечных объединить под одной крышей и проводить для них эти встречи. Вот это была моя цель очень давнишняя, я давно-давно её осуществил. Потом был перерыв, и вот Пётр говорит, давай сделаем у меня. Я говорю, давай попробуем. Вот мы сейчас будем проводить 19-го, как реклама даже, по сути, хотя не реклама, 19-го марта в 19.00 встречу Михаила Наземцев и участники клуба «Северный мотив» песни любви. Там будет и Борис Латин со стихами нашей песни, Валентина Георгиевна Сергеева будет с стихами и песнями, естественно, Татьяна, потому что является администратором-артистом Михаила Наземцева и директором клуба «Северный мотив». Я основатель, а она директор клуба. Я сам её назначил, потому что, как она говорит, так и я говорю, лучше никто с этой должностью, деятельностью не справится. Вот о клубе я рассказал. — Наша уважаемая, очаровательная наша гостья Валентина Сергеева. Валентина, вы, кроме того, что вы поэтесса, пишете стихи, вы учёный, основная профессия учёный. Расскажите, вы профессор, преподаватель университета. — Да, совершенно верно. И жизнь, поскольку я близнец по знаку Зотиака, жизнь моя состоит даже из трёх основных направлений. Я работала заместителем генерального директора, председателем совета директоров предприятия автомобильного, в котором более тысячи работающих, с одной стороны, а с другой стороны преподавала в институте, была завкафедрой, тоже в экономическом институте. Потом, правда, их слили, и сейчас это одно большое учёбное заведение, связанное с экономикой. Ну и третье направление — это я писала стихи всегда. Я помню своё первое стихотворение в первом классе, до сих пор его помню. А потом, как все люди, пишут стихи по поводу каких-то событий, поздравления. А потом не только. И в 98-м году вышла первая моя книга «Закон колодца». Она называлась… Интересное название. Как я всегда пишу книги. Что-то происходит, я пишу стихи. Потом я пишу второе, третье, пятое стихотворение и раскладываю уже их по главам. Как-то главы называю. Это про это, это про это. А потом одно из стихотворений, название одного из стихотворений является уже названием книги. Вот «Закон колодца» — это у меня есть такое стихотворение про то, что чем больше черпаешь из колодца воды, тем чище в нём вода. Так и человек. А, понятно сейчас. Вот конкретно в чём заключалась Ваша деятельность? Она связана с автомобильным транспортом. Да, связана с автомобильным транспортом. Это экономика автомобиля. У вас есть автомобиль? У меня есть и много научных работ. А сами вы водите автомобиль? Да. Прекрасно. Даже на годовой практике, когда первое моё образование — это автомобильный дорожный техникум, на годовой практике я работал на грузовичке на ГАЗ-52 и ездил по Ленинградской области, возил народно-хозяйственные грузы. И на этой же практике я работала электриком и аккумуляторщиком, а закончилась техникум, поступила на работу в автомобильный транспорт, и там через четыре года стала начальником планового отдела, потом заместителем директора по экономике. И доработала до того момента, когда мне захотелось заниматься только... Закончили университет, аспирантуру, да. Да. Стали профессором. Поздравляю. Вы очень многое сделали в своей жизни, но всё ещё впереди. А у вас есть квадроцикл? Есть. И вы на нём ездите? Да. Моя жена всё мечтает о квадроцикле. И правильно. А мне квадроцикл, нам купить, конечно, это надо хорошо поработать. Но тогда послушаем, вот здесь есть песня о квадроцикле, послушаем квадроцикл. Наверное, это всё-таки ваш квадроцикл. Мой. И вообще все мои стихи обо мне. И то, что вас окружает. И то, что меня окружает. Ваши чувства. Но мои друзья, мне в жизни повезло, потому что у меня очень много друзей, очень хороших людей. И выходит новая песня, выходит новая книга. Сейчас 27 сборников вышло в свет. Здорово. И потихонечку набирается 28-й. И они считают, потом говорят, это вот, это мы знаем. А это? А это про кого? А это когда у тебя было? А бывает, что не у меня, а у кого-то, но то, что близко к сердцу. Пришлось? Послушаем квадроцикл. ПЕСНЯ 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 Я думаю, что у многих поэтов тема лирики очень важна, я думаю, что все даже поэты и лирики. Вы кто лирик? Все мои стихи про любовь, даже когда про квадроцикл. Ну, любой квадроцикл, да, естественно, к транспорту, к передвижению. И у вас есть вот прекрасное стихотворение «Берёзы», Миша положил на эти стихи музыку. Да, Валентина, я говорил, что на каждом концерте читает этот стих, я думаю, она всё время читает постоянно, надо сделать нам песню. Не только спи, говорю, сделаем. Он начинает говорить, сделаем, и сделали. Потому что на самом деле стих был маленький, пришлось поработать, чтобы увеличить в размерах до песни. Уважаемые радиослушатели, наша программа подходит по времени к своему завершению. И у нас в гостях сегодня это Татьяна Фролкина, поэтесса, поэтесса-учёный Валентина Сергеевна, учёный-поэт Борис Латин, и сам виновник в лучшем смысле этого слова. Не учёный, но опытный Николай Инозиземцев. Николай Инозиземцев тоже своего рода учёный в области музыки. И в конце, в завершении программы, послушаем песни о берёзе. А я, Леон Габруфёнок, журналист, прощаюсь сегодня с вами. До новых встреч в эфире. Дохранит вас Господь Бог наш Иисус Христос. По берёзовой роще иду, Прогоняя из сердца иду, Лишь берёзам и только лишь им, Самым верным подружкам моим, Всё могу рассказать от души. Обнимая стволы их тиши, Ах, берёзы, 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 В основе на все женские слёзы Омывают с утра до утра. И поэтому не без причины Восхищаются вами мужчины, Но для них эти слёзы игра. По берёзовой роще мы шли, Мне казалось, что беды вдали, Почему же казалось теперь, Что от счастья заклопнулась дверь, Как случилось всё так, почему? Я никак, я никак не пойму, Ах, берёзы, 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 У вас, наверное, все женские слёзы Омывают с утра до утра. И поэтому не без причины Восхищаются вами мужчины, Но для них эти слёзы игра. И поэтому не без причины Восхищаются вами мужчины, Но для них эти слёзы игра. Но для них эти слёзы игра. Но для них эти слёзы игра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok